так так вот о времени давайте мы его и будем экономить тем что начнем рисовать то есть я себе думал так что я нарисую общую форму так где-то когда я в россии ловил раков я еще помнил как они выглядят но это было очень давно и поэтому я так схематично сейчас нарисую я помню что были близко посаженные глаза вот от них отходили такие острые которые они меня кололи все время так вот так так потом отделим так это голову сделаем тут как всегда любимые заклепочки я сейчас буду делать большую большой рисунок так удобнее а потом фотошопе я просто напросто его уменьшу до нужного размера так действительно удобнее и легче сохранять пропорции это такие усы будут мы сделаем в виде гофрированных трубочек но только заостренных надеюсь что это у нас получится так ну и хвост мы должны будем сделать так я помню что у него такие красивые плавники так теперь давайте сделаем где-то здесь клешню так сделаем крупную и чтобы мы могли здесь где-то звездочки шестеренки поместить и показать что это механизм сделаем тоже накладки как помните мы делали у дракона а здесь правда сделаем поострее зубчики у дракона они были такие а здесь сделаем острые мы здесь сделаем тоже что-то типа того вот так на нижней челюсти скажем так вот так это у нас это будет так ну естественно надо это дело прилепить корпусу сделаем это вот так раз у нас членистоногие я думаю что раки это членистоногие нет я уже не помню честно говоря здесь сделаем трубочку куда идти там вперед введем вот так вы знаете я люблю детали какие-нибудь делать но тут какой-нибудь шестереночка тоже небольшой вот так и давайте сделаем теперь эти самые ножки мне подумалось что хорошо бы сделать как конструктор допустим ноги да сделать здесь суставы вот так какие-то такие шурупы винты и вот они конечно уменьшаются концу а здесь сделать эти захваты то есть мы понимаем что мы же делаем приблизительно что-то то есть механическое животное причем оно принадлежит нам и поэтому если кто-то скажет о да оно не похоже на лапки то мы им скажем вежливо что они могут покурить где-нибудь так это в сторонке пока мы изобретаем что-то вот так да тут я не знаю честно говоря посмотрю еще потом да на месте посмотрю так ну и сделаем следующее сделаем здесь как всегда такой вентилятор куда будет воздух закачиваться сделаем патрубок здесь делаем типа котла наверное бочонок такой полу бочонок естественно придется сделать вот так его соединим допустим я думал чтобы имитировать что хвост будет как бы изгибаться он же подгибается выгибается сделаем поршень давайте из двух трубочек сверху и он будет смотреться довольно таки и неплохо здесь день закрепим его тут я еще не знаю тоже может быть заклепки посажу тут сделаем металлические структуру на этих загибульках ну тут такой трубопровод почему бы нам не сделать много не будем делать сделаем перемычку здесь чтобы уже не перегружать здесь поставим вентиль какой-нибудь сверху на том наш бочонок будет уже готов полу бочонок где-то вот так чтобы сохранить симметрию я сейчас ничтоже сумнящись просканируя это дело в фотошопе и поставлю сюда вторую половинку и вам сейчас покажу а то время много потеряем а его нет вот так выглядит наш рак я пожалуй для вас его таким и оставлю большим и такой же шаблон выставлю туда где обещал в комментариях вернее в описании к видео я сделаю ссылку ну вот на вас тут так первый этап у нас закончен Ричард ну чего ты пришел мы еще не едем нам еще надо это а что тебе объяснять ну в общем я пока прощаюсь с вами надеюсь что ненадолго до воскресенья ну иди 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 я знаю что ты хочешь иди да иди ну вот вот это надо близость к хозяину это самое приятное но еще лучше это гулять конечно ой сказал слово хе 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 ну ладно короче я сейчас быстро сделаю видео поставлю шаблон и мы поедем с ним до дома пока